Кубок России важнейшие соревнования для пловцов. В настоящий момент они стали альтернативой Олимпиаде и другим международным турнирам. В Екатеринбурге спортсмены из Ленинского городского округа в очередной раз доказали, что они одни из лучших не только в стране, но и в мире. Заслуженный тренер России Андрей Шишин отметил, что высокие результаты сборной Московской области, куда вошли воспитанники Центра «Дельфин», результат слаженной работы всей команды и современный подход к тренировочному процессу. Только наш Женя Рылов, родной, который уже с 16-го года является неоспоримым лидером мирового плавания в плавании на спине, но это и наше молодое подрастающее поколение, это Таранникова Виктория, которая была второй на 200 брас, и при этом она младше соперницы на 5 лет. И если мы говорим той девочке, которую она проиграла, то мы сравнивали сейчас в Париже с Олимпиадой, а она уже выиграла дистанцию брасом той девочке, которую она проиграла. Представляете, да, уровень какой сумасшедшей плавания у нас в районе. Виктория Таранникова финишировала второй на дистанции 200 метров брасом, уступив только рекордсменке мира. Возможно, не все получилось прям как хотелось. То есть я довольна, что улучшила результаты на 200 метров брасом и 200 метров комплексом. Есть еще над чем работать. Еще один юный спортсмен Александр Санин показал достойные результаты в вольном стиле на дистанциях 100 и 200 метров, но признается, что не совсем доволен своим выступлением. В Екатеринбурге пошло все сразу не по плану, сразу не по тому состоянию, на которое я надеялся. Я ожидал, что будет гораздо лучше состояние, но как-то получилось, что старался быть на максимум, но получился не тот результат, на который хотел. Уже сейчас пловцы готовятся к следующим соревнованиям. В начале августа Иван Гирев и Евгений Рылов выступят на Кубке Балтики, а Виктория Таранникова будет представлять Московскую область в составе сборной на летней спартакиаде учащихся, финал которой пройдет в Пензе с 18 по 22 августа. Наталья Буслаева, Евгений Бех, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok